В январе нынешнего года Марине Дышанемаевой исполнилось 29. Она жизнерадостная, веселая, любящая, активный отдых, молодая девушка. Никогда не жаловалась на здоровье и недомогание. В частном охранном агентстве Эдельвейс, где Марина работает менеджером по персоналу, говорят, что причиной болезни мог стать внезапный стресс. Человек она очень хороший, дружелюбный, приветливый, всегда улыбается, всегда поддерживает. Я знаю, что папа у Марина недавно умер, но то, что стрессовая ситуация, тоже, может быть, сказалось. По словам Сергея Урбаева, коллеги Марины, новость о страшном диагнозе была неожиданностью. Хотя в последнее время девушка часто жаловалась на головные боли, но особое значение этому не придавала. Мы стали замечать, у нее еще с зимы начались обмороки. Ну, как сказали, сначала думали, что, может быть, у нее эпилепсия, такие краткосрочные обмороки были. Кто знал-то, молодой, никто не знал, что, не думал, что, по крайней мере, у такой молодой девушки будет такой страшный диагноз. На сегодня готовы все анализы. Осталось дело за деньгами. На операцию необходимо более 20 тысяч долларов. У семьи нет таких средств. Сейчас Дашинимаевы в срочном порядке выставили на продажу свой единственный дом. По словам врачей, у девушки есть все шансы полностью выздороветь и продолжить дальше радоваться жизней. Денежные средства можно направить на специальный счет, реквизиты которого вы видите сейчас на экране. Наталья Китаева, Евгений Козлов. Первая альтернативная. Субтитры создавал DimaTorzok